Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим, и сегодня рецепт из рубрики, которую я условно иногда называю «Мамина тетрадка». Это рецепт из моего детства, из тех самых советских еще времен, плавно переходящих в российские 90-е и так далее. Короче, ребят, есть вот такая вот тема. Малютка. Малютка – это смесь детского питания. Ну, она вот разных фирм бывает. Мы нутрицию купили, можно другую, наверное. Именно смесь. Не сухое молоко, а именно смесь для приготовления детских сме... Короче, для кормления детей. И из этой штуки, из мороженого, еще нескольких ингредиентов делаются офигенные конфеты, которые сейчас я вам и покажу. Обязательно попробуйте, особенно те, кто молодые и пропустили вот этот момент, скажем так, безнадежного продуктового голода, и когда придумывали вкусняшки из ничего. Погнали. Итак, фломбир. У меня здесь 220 граммов, и вообще надо ему дать некоторое время подостыть, так что он сейчас дубовый. Пускай немножко подостынет. В смысле, подразморозится. Ждем. В прямом эфире ждем, что ли? Ну да, давай покажем просто. Ну ролик просто короткий получается, а так мы оставим вот все время, пока я жду. У нас получится 10 минут, чтобы рекламу ставить. Да я шучу, нет, конечно. Все. 10 минут мы потратили, и давай начнем отталкиваться от количества мороженого. У нас тут 200 граммов мороженого получается, 220, мягенького. А вот малютку мы будем добавлять по консистенции, ну где-то 400-500 граммов точно. Так. Еще, наверное. И наша задача до однородной консистенции все это перемешать, до консистенции, чтобы это можно было комфортно лепить. В принципе, основу мы сделали, и теперь вопрос философский. То есть, чтобы было вкуснее, надо добавить еще сливочного масла, тогда будет действительно такой жирный трюфельный привкус. Если не хотите, то можно уже из этого делать конфетки. Вот я, наверное, чуть-чуть добавлю маслица. Масло тоже, естественно, надо немножко размягчить. Теперь будем лепить конфетки того размера, какого мы хотим. Обваляем все это в какао-порошке, естественно. И уже вот после этого они примут тот вид, который я помню с детства. Вот он. Еще можно подровнять. Когда наделали трюфелей, надо убрать в морозильчик, чтобы это все подостыло. Какие-то 20 минут работы, плюс подхолаживание, подмораживание. И шикарные конфетки готовы. Я их вкус знаю, я их вкус помню с детства. Это уже в генах. По крайней мере, у моего поколения уж наверняка. Вот. Те, кто молодые, повторюсь, обязательно попробуйте. Давайте. Ах, блин. Сто лет такие не делал. Сегодня дети кайфанут. Погнали. Те самые приятные, пластичные, не очень сладкие ощущения. И очень какие-то добрые ощущения. Я не знаю, у меня такие вот десерты. Вообще, вся, наверное, еда из моего детства, как бы, такая необычная какая-то, скорее, еда-лайфхак, назовем это так. Она вызывает какие-то приятные эмоции. То есть, я вспоминаю, как это мама, папа делали. Как ты ждал, пока оно там охладится. Брал вот это, боже мой, это действительно вкусно. То есть, эти конфетки, они не уступят ни одному, ни одной конфетке, которую вы купите сейчас в магазине. Там, ни Рафаэла, ни всякие Феррера Роше и куча других там. Вот это попробуйте сделать. Серьезно, вот молодежь, вам советую. Вы кайфанете. Консистенция. Консистенция обалденная. Вкус обалденный. Сладость умеренная. И все вот это очень классно. Короче, советую. Делайте, делайте. Мамина тетрадка. Вот такая рубрика. Она всегда клевая. Всего вам вкусного. Пока. Огонь. Вот сначала вот это горечь какао, потом сладость начинки, потом какая-то ванильность. Да, Дима, вот кайф, конечно. Блин, как здорово, что я сегодня вспомнил про него. Это прекрасно. Супер.